Олег Гончаров избран генеральным директором Краскома. Такое решение приняли на общем собрании компании накануне. И сейчас Олег Гончаров у нас в студии. Олег Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в первую очередь поздравляю вас с назначением. Для вас это была неожиданность? Спасибо большое. С 24 октября я был приглашен в Краском на должность исполнительного директора. Функцией моей входило ознакомление с предприятием, обеспечение его устойчивого функционирования в текущем режиме времени. На собрание участников общества была вынесена моя кандидатура на должность генерального директора. До последнего момента для меня было... Я был в неведении, находился. Когда собрание закончилось, меня поздравили с назначением. Для меня это большой груз ответственности. И я теперь обязан обеспечивать устойчивую работу предприятия и стабильное его развитие в существующих экономических условиях. Вы уже ознакомились с состоянием дел в Краскоме, так или иначе. Какое-то есть решение первостепенное, которое вы собираетесь принять сейчас? В первую очередь мной подготовлена новая структура предприятия. В связи с тем, что пришлось познакомиться с работой каждого сотрудника, их, к слову, более трех тысяч, найдены, на мой взгляд, определенные резервы для улучшения работы предприятия. В ближайшее время на совет директоров будет вынесена данная структура. После утверждения ее предприятие заработает уже в новом режиме. Безусловно, была проанализирована в целом вся работа. Также несколько вариантов модели финансового оздоровления предприятия будут вынесены мной на ближайший совет директоров. После утверждения, соответственно, работать будем уже по-новому. А вот что касается кадровых перестановок, увольнения планируются? Массовых увольнений не будет. Будет просто оптимизирована существующая штатная численность. Ряд руководящих сотрудников сегодня уже приняли решение и покинули свои места работы. Сейчас они замещены другими сотрудниками. Первостепенная задача стоит оптимизировать существующую структуру и по возможности привести заработную плату к стандартам сибирской генерирующей компании. У рабочего персонала заработная плата несколько выше, чем существующая в Краскоме. Понятно. А вот что касается ожидания горожан. Им в связи с перестановками стоит, может быть, ждать масштабного ремонта сети? Может быть, все кардинально изменить? Безусловно, при анализе выявлены слабые места. За 11 месяцев текущего года 900 аварий произошло на сетях, утечек, назовем их утечек на сетях. То есть это разрытие. Мало того, еще и наследство с прошлого периода времени 1320 незакрытых ордеров. Это объективно сложившаяся ситуация. Мы сейчас подготовили план мероприятий на следующий год, где мы предусматриваем в приоритетном порядке закрывать старые разрытия. И, безусловно, необходимо увеличивать количество проведения ремонтных работ. Потому что такое количество утечек на сетях – это недопустимо. И уровень перекладки аварийных сетей, я считаю, что он критически низок. Его необходимо увеличивать. А есть какой-то срок, когда это все будет? Вот такая масштабная работа там завершена? В текущем месяце и в первом квартале 2017 года план мероприятий, который я подготовлю, будет сформирован. Также принят на рассмотрение Советом директоров, утвержден. И уже после окончания отопительного сезона, когда у нас будет положительная температура наружного воздуха, уже возможно приступить непосредственно к работам. Вы также докладывали краевым депутатам о том, что Краскому пришлось брать кредит на строительство сети для двух объектов универсиады. Вот в этом была необходимость, то есть не было денег. Почему возникла такая ситуация? Безусловно, строительство объектов инженерной инфраструктуры к объектам универсиады находились в зоне риска. Путем перераспределения внутренних потоков при операционной деятельности предприятия удалось сформировать некую финансовую модель, которая позволит приступить уже в ближайшее время к строительству данных сетей. Скажу так, что прошлое руководство Краскома не могло себе этого позволить, а в системе, в группе компаний сибирской генерирующей компании это сделать можно, потому что в случае каких-либо рисков по поступлению финансирования инвестор сегодня готов взять на себя ответственность и оперативно решить эту проблему. А вот еще Краском в 2006 году заключил, точнее город с Краском заключил инвестсоглашение на 49 лет и планируется, что на модернизацию городских сетей Краском должен потратить больше 40 миллиардов рублей. Вот это соглашение, оно как выполняется? И возможно ли его выполнить в полном объеме? Это предложение является составляющей части основного документа, который называется договор аренды совокупности муниципального имущества. Только в рамках этого договора и действует само предприятие Краском. Для нас это святое дело соблюдать все каноны данного договора. Инвестиционная программа действительно чуть побольше, чем 40 миллиардов, 49 миллиардов на 49 лет. Она прописана по годам была до 2011 года, она выполнялась безусловно. В случае невыполнения при осуществлении системы контроля со стороны арендодателя, это администрация города, договор был бы расторгнут, просто были бы привлечены некие штрафные санкции. Договор этот соблюдался с 2011 года, он также соблюдается, но нет уже каких-то обязательств, есть просто факт выполнения его. Мы также намерены соблюдать данный договор неукоснительно. Ну и возвращаясь к теме изменений вообще в Краскоме, ведь состав совета директоров тоже изменился, как вы оцениваете? Состав совета директоров изменился действительно, но в общем-то не произошло ничего такого глобального. 15% доли принадлежит правительству Красноярского края, их участник остался неизменный. 11% принадлежит городу Красноярска, их участник также остался неизменный. Сибирская генерирующая компания приобрела из 74 оставшихся процентов 33%. То есть вот произошло, что только заменился один инвестор, внутри вошла сибирская генерирующая компания. Теперь задача наша таким образом построить работу предприятия в тесном взаимодействии с муниципальными властями, с администрацией Красноярского края, для того, чтобы предприятие действовало, развивалось динамично и обеспечивало устойчивую поставку ресурсов населению. Это вода, это водоотведение, тепло, электричество, весь тот спектр услуг, которые оказывает предприятие. Ну что ж, мы желаем вам успеха на вашем новом посту. Спасибо вам за интересный разговор. Спасибо. С гостями я прощаюсь, а программу продолжаем.